В новом учебном году в школу пойдет более 140 тысяч учащихся, 14 тысяч из которых первоклассники. Подробнее об этом смотрите далее в сюжете. В областном центре прошли обсуждения инвестиционных программ и готовности к будущему отопительному сезону коммунального учреждения Кукшета Ужилу. Подробнее об этом расскажу я, Эдвард Погребицкий. В областном центре прошел квест, приуроченный ко Дню Конституции. Подробности об этом через несколько минут расскажу вам я, Кэрри Бетульгенов. Запасы подземных вод в стране составляют около 40 кубических километров. Из них 15 кубических километров готовы к использованию. По прогнозу министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, сейчас в экономике страны используется только 7-10% этих ресурсов. Продолжение следует... Сейчас вопросы рационального использования подземных вод находятся на особом контроле. Строительство атомной электростанции повысит экономический потенциал страны и решит проблему дефицита энергии. Так говорит эксперт Брюссельского энергетического клуба Марат Тертеров. При производстве чистого топлива не наносится никакого вреда окружающей среде. Это будет способствовать избавлению Казахстана от углеродов, ускорению процесса декарбонизации, считает европейский эксперт. «Ядерная энергетика имеет много преимуществ. Из международного опыта мы видим, что электроэнергия, вырабатываемая атомной электростанцией, является чистым топливом и очень эффективной. Она является надежным источником выработки электроэнергии. Говорят, что к 2030 году в Казахстане будет дефицит электроэнергии. Следовательно, строительство АЭС обеспечит энергетическую безопасность страны». В Адбасаре будет построен завод по сборке локомотивов. Состоялась церемония заложения капсулы для начала строительства предприятия. Завод придаст импульс развитию машиностроительной отрасли и региона в целом. В мероприятие приняли участие Аким Акмолинской области Марат Ахмеджанов, вице-министр транспорта Республики Казахстан Максат Калиакпаров, заместитель председателя АО «Казахстан-Темыржулы» Талгат Алдебергенов. Выступившие отметили влияние строительства завода на развитие региона. «Мы собираемся открыть новый завод по производству локомотивов. На начальном этапе будет выделено 47 миллиардов средств. Будет 800 рабочих мест. Позже вырастут до 1300». Адбасарский локомотивостроительный завод изготовит 100 секций магистральных электровозов, 200 секций магистральных тепловозов и 60 секций маневровых тепловозов. «Завод стоит рядом, специально выбранная площадка рядом с Адбасарским электровозоремонтным заводом. Кадры там есть, квалифицированные необходимые. То есть сам город тоже имеет необходимый потенциал, который в будущем будет задействоваться на этом заводе. Локализация сейчас на первом этапе будет, значит, у нас изготовление жгутов, проводов. Как вы знаете, уже говорили ранее, на локомотиве порядка 20 километров проводов. «Необходимые трубопроводы, подготовка локомотива, сборка крупных узлов, покраска, испытание его, обкатка и выдача заказчиков». Строительство завода начнется в следующем году и завершится в 2026. Первый локомотив планируют выпустить в 2027 году. Инвестиционные проекты также реализуются и в селах Адбасарского района. В селе Шуйское начало работу овощехранилище проектной стоимостью 1 миллиард 320 миллионов тенге. Следует отметить, что предприятие вместе с поселком и другими фермерами района приступило к массовой осенней уборочной кампании. В этом году компания Шуйское засеяла зерном более 31 тысячи гектаров. В настоящее время с одного гектара убирают 20-25 центнеров пшеницы. «На сегодняшний день мы продаем нашу продукцию по Казахстану. На данном этапе мы планируем расширять производство. Мы планируем устанавливать линию по фасовке в 400-500 грамм. И я думаю, что с 2025 года мы планируем выставляться на прилавках-магазинах по Казахстану». Все эти проекты способствуют развитию экономики района и области. Также появляются новые рабочие места. Алина Зарубина, Ермек Ельберген, Жирсуна Мрзак, Кокшек, Парад. Начинается новый учебный год. В этом году в области зоопарты сядут более 140 тысяч учащихся. Около 14 тысяч из них впервые переступят порог школы. Ход подготовки к процессу обучения обсудили на заседании Акимата. Подробности в следующем материале. В этом году закрыли несколько школ в Бурабайском, Кургалжинском, Зерендинском, Есильском, Окольском и Жаксынском районах. Количество школьников невелико. В новом учебном году новые образовательные центры в селах Талабкер, Кояндык и Карауткельц Линоградского района посетят более 4 тысяч детей. Они построены в рамках национального проекта «Комфортная школа». По мнению Акима области, проблема дороги на территории школы должна быть решена уже сейчас. Еще один актуальный вопрос – строительство центров образования в поселках Петровка, Буланды и Жаножол. Три школы на 80 мест строятся уже более трех лет. Марат Ахмежанов заявил, что все ответственные подрядчики будут привлечены к ответственности в рамках закона. Смертные стоимости после корректировки увеличены более в два раза. Я попросил прокуратуру дать процессуальную оценку действиям этого подрядчика. Я неоднократно предупреждал всех подрядчиков, что не надо делать бизнес на образовательном процессе. Еще раз хочу, чтобы донесли до всех, кто участвует у нас в стройках, по всем объектам, по всем стройкам. Здесь нельзя делать бизнес. Будет дана жесткая процессуальная оценка каждому подрядчику и каждому заказчику в том числе. Время дано было для исправления. В этом году около 70 тысяч школьников региона будут обеспечены бесплатным питанием. На это выделено более 6 миллиардов тенге. Согласно поручению главы государства, более 9 тысяч детей из категории социально уязвимых слоёв населения получают бесплатное питание в своих организациях перед школой. На эти цели из областного бюджета выделено полтора миллиарда тенге. Кроме того, в целях повышения качества обучения сельских школьников запущен высокоскоростной интернет «Старлинк». К интернету подключено около 300 школ. «По плану в школах всё установлено. Мы разговаривали с несколькими школами. Все они качественные. Проблем ни с нашей стороны, ни со стороны клиента нет». В образовательных организациях региона работает более 20 тысяч преподавателей. Ежегодно приезжают около 700 специалистов. Половина из них – молодые педагоги. Несмотря на это, сохраняется нехватка кадров. Для решения данной проблемы выделяются гранты. Таким образом, нехватка учителей будет полностью решена. Эдуард Погребийский, Лаура Дулитбек, Павел Соловьев, Кокщиак, Парат. В областном центре прошла рабочая встреча с региональной группой. На заседании представителей Кокщитау-Жилу озвучили финансовые и экономические показатели за 2023 год, а также проинформировали об исполнении инвестиционной программы 2023-2024 года. Подробнее в материале корреспондента. В начале встречи представители Кокщитау-Жилу предоставили краткую информацию по техническому и финансовому состоянию предприятия, а также по исполнению инвестиционной программы за 2023 год. Инвестиционная программа Кокщитау-Жилу составляет у нас более 4 миллиардов, для чего производство проводится с участием представителей маслехатов, общественности, общественных объединений по непосредственно самой реализации инвестиционной программы, насколько она выполнена. Вот эти 4 миллиарда, которые были заложены в инвестиционную программу Кокщитау-Жилу на 2024 год, одним из мероприятий является, как до этого спикер рассказал, это строительство самого зала Атуала. Любой желающий может приехать, ознакомиться с реализацией данных программ, посмотреть ходом строительства. Особое внимание специалисты уделили зала-отвалам. Они играют ключевую роль в управлении отходами, образующимся при сжигании угля. Данный зала-отвал введен в эксплуатацию в 2012 году. Срок эксплуатации у него 10 лет заполнения зала-отвала. В настоящее время на основании разработанных ТЭО был разработан проект на наращивание, увеличение тела дамбы и реконструкцию трубопровода полипопроводов. На сегодняшний день ведется работа, проведен конкурс. Стоимость проекта 2,6 миллиардов. Благодаря правительству выделено срезервы деньги. Все пока идет по графику, согласно. По состоянию на 28 августа 2024 года процент выполненных ремонтных работ теплоисточников на котельных РК-1 и РК-2 составляет 88%. По словам специалистов, все работы идут согласно установленному графику и будут закончены к началу отопительного сезона. Эдуард Погребицкий, Журсон и Мерзак, Кокщиак, Парад. В преддверии нового учебного года проведен комплексный мониторинг двух общежитий Кокшиталского университета имени Шокана Уалиханова. Общежития должны быть готовы обеспечить безопасность студентов. Кокшиталский университет имени Шокана Уалиханова имеет пять студенческих общежитий. Из них в двух были проведены мониторинги. Места будут предоставлены около полутора тысячам студентам со всей страны. Большинство из них – обладатели грантов. Я поступила на грант от Алматинской области по Серпен. Мне нравится это общежитие. Состояние отличное. Общежитие отвечает всем требованиям. Кроме того, особое внимание уделяется санитарии на кухнях и в ванных комнатах. Всё оснащено современной бытовой техникой. В самом общежитии работает и медицинский пункт. Отметим, что с 26 августа студенты уже разместились в своих комнатах. Они проходят здесь медицинский осмотр, после чего устраиваются свои комнаты. Помогают им медики, психологи. И у нас есть собственный специальный департамент – департамент молодёжи. Им помогают специалисты. Сейчас у них уже первый, второй день прошёл. Знакомятся друг с другом. Какая бы помощь ни нужна, мы делаем всё, чтобы помочь им. Созданы все условия для безопасности студентов. Во всех помещениях установлены камеры видеонаблюдения. Это незаменимый инструмент для круглосуточного наблюдения за безопасностью обучающихся. Александра Гауэрт, Сабина Жамшитова, Павел Соловьёв, Кокщиакпарад. Учёные северного филиала Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства приступили к исследованию устойчивости экосистемы озёр. Бурабай, Большое Чебачье, Малое Чебачье, Текеколь, Шортан, Катарколь и Жокей. Государственного национального природного парка «Бурабай». Учёным предстоит оценить состав рыб и других насекомых в их теофауне озёр, распределение рыб и других биологических ресурсов, состояние рыбных популяций. Также анализируются морфометрические свойства и гидрологический режим водоёмов, гидрохимический состав воды, состояние кормовой базы. На основе собранных данных будут разработаны рекомендации по рациональному использованию озёрных ресурсов, меры по охране водоёмов. Также будет указано количество рыбы, разрешённое к вылову при спортивной рыбалке. Научно-исследовательские работы помогают восстановить и поддерживать экологический баланс в экосистеме озера. За ирригационный период этого года из Кыргызстана через реки Шу и Талас в Казахстан было отправлено более 534 миллионов кубических метров воды. В частности, по реке Талас поступило 394,3 миллиона кубометров воды, что на 14,3 миллиона кубометров больше запланированного объёма. В течение поливного сезона казахстанская сторона согласилась получить 180 миллионов кубических метров воды по реке Шу и 380 миллионов кубических метров воды по реке Талас. Вода поступает без перебоев, а по реке Талас поступило больше воды, чем было запланировано. Через реку Шу получили 140 миллионов кубометров воды и в соответствии с графиком, утвержденным водными ведомствами Казахстана и Кыргызстана. Напоминаем, что с 1 апреля Узбекистан направил в нашу страну по реке Сырдарья более 4 миллиардов кубометров воды. С 1 июня Таджикистан отправил в Казахстан по межгосударственному каналу до стык 488,6 миллионов кубометров воды. Это на 40 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году, и на 45 миллионов кубометров больше запланированного объема. Конкуренция среди авторов, пишущих школьные учебники, высока. Это приводит к улучшению качества. Так говорит специалист по издательскому делу с 25-летним опытом выпуска учебников. В 2015-2016 годах страна перешла на обновленное содержание образования. Издательства не скрывают, что при первоначальном написании книги в содержании учебников были пробелы из-за того, что авторы не имели достаточного опыта работы с методической базой новой программы. Однако сейчас спрос увеличился. Авторами должны быть сильные ученые, опытные методисты и преподаватели. Также учебник сначала должен быть написан на казахском языке, а только потом переведен на другие языки. Электронная версия каждого находится в стадии разработки. Электронными учебниками можно будет пользоваться даже без интернета. Конкурс лучший оперуполномоченный прошел в областном департаменте полиции. Традиционное мероприятие проводится ежегодно с 2010 года. Конкурс проводился среди 15 сотрудников различных оперативных служб. Каждый участник прошел несколько этапов сдачи тестирования на знания законодательства, демонстрация навыков физической и огневой подготовки, а также личное собеседование с членами специальной комиссии. В течение дня опера проходили испытания, в результате которых единогласно лучшим оперуполномоченным назван майор полиции Дулат Илебаев, имеющий 10 лет оперативного стажа. Он работает в одном из важнейших подразделений управления криминальной полиции. В его задачи входит борьба и профилактика киберпреступлений, в частности актуальных на сегодняшний день интернет-мошенничеств. Стоит отметить, что победитель регионального конкурса представит департамент полиции на республиканском уровне. Также в тройку победителей вошли капитан полиции Джамиль Газиев и старший лейтенант полиции Галымжан Мархабад. «Все пришли с хорошей подготовкой, легких конкурентов не было. Пусть такие конкурсы проводятся чаще, а сотрудники будут всегда в хорошей форме». 30 августа 1995 года в стране прошел всенародный референдум и была принята новая Конституция Республики Казахстан. По случаю праздника областное управление уголовно-исполнительной системы организовало торжественное мероприятие. В мероприятии приняли участие ветераны труда, а также личный состав департамента. Исполняющий обязанности начальника областного департамента уголовно-исполнительной системы и Галик Хасенов поздравил всех присутствующих. Одной из награжденных стала Ксения Шараева. Девушка работает в органах с 2007 года. Она была удостоена почетной награды «Калмыстык от Кару ЖСНН УЗДГ». «Я была поощрена правами начальника департамента. Мне вручено благодарственное письмо. Хотелось бы поздравить всех казахстанцев с праздником, пожелать самое главное всем крепкого здоровья, мирного неба над головой и процветания нашему государству». «Правами министра внутренних дел, начальника департамента были награждены ряд сотрудников отличающихся в службе. Всех хочется поздравить с наступающим праздником Дня Конституции, пожелать всем крепкого здоровья, успехов, всего самого наилучшего». Праздничное мероприятие продолжилось концертом в исполнении местных артистов. Эдуард Погребицкий, Жанар Мукушева, Павел Соловьев, Кукщиак, Парад. 30 августа – День Конституции. Основной закон – это единственная гарантия развития независимого государства. В преддверии праздника в областном центре состоялось торжественное мероприятие. Четыре государственных служащих присягнули соблюдать Конституцию и законодательство страны, добросовестно и профессионально служить народу. В прошлом году в Конституцию был внесён ряд изменений. В стране проводятся масштабные реформы и соответствующая им работа. Укрепились механизмы защиты прав и свобод граждан. На торжественном мероприятии с поздравительной речью выступила исполняющая обязанности Акима города Гульмира Шукатова. «Конституция – это документ, определяющий стабильность и независимость нашей страны, залог мира и согласия, незыблемый фундамент демократического развития нашего государства. Наша Конституция гарантирует гражданам основные права и свободы. От всей души поздравляю всех с Днём Конституции, желаю крепкого здоровья, успеха в труде, счастья вашим семьям». Кроме того, в ходе мероприятия более 30 государственным служащим за их значительный труд вручены благодарственные письма, в их числе и педагоги. Анна Руалиева – учитель английского языка в Центре обучения языкам. «Я всегда готова внести свой вклад в родную страну через качественное образование детей», – отмечает женщина. «Я очень рада и благодарна. Работаю в сфере образования более 15 лет. Я всегда готова служить своей стране, родине и честно трудиться». Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием местных артистов. День Конституции – один из самых значимых дней для казахстанцев. В связи с этим в областном центре прошла квест-игра в преддверии его празднования. В ней приняли участие 45 ребят. Смотрите далее в сюжете. Квест-игра проходила на пяти разных локациях Центрального парка. Участники отвечали на вопросы, решали кроссворды, связанные с Конституцией и в целом с историей страны. Ребята быстро справлялись с заданиями, проявляли активность и смекалку. «Квест прошёл в очень интересном формате, потому что с помощью игры ребят вдохновили на изучение истории Конституции. Нам вручили подарки. Я думаю, что это мероприятие позволило повысить желание молодёжи нашей страны узнать историю Конституции». «Игра была на скорость. Каждый правильный ответ оценивался от одного до пяти баллов. Познавательное мероприятие провели для того, чтобы подрастающее поколение знало сущность и значение Конституции, отмечают организаторы. «В честь предстоящего дня Конституции мы проводим квест-игру для команд, состоящих из студентов и активистов города. Приняли участие 15 команд, в каждой по три участника». Победители были награждены дипломами и памятными призами. Квест-игра дала возможность молодёжи пополнить багаж знаний. Саудовская Аравия – один из крупнейших производителей нефти. Страна намерена уменьшить объём инвестиций в данном секторе. К 2028 году выделяемые средства сократятся на 40 миллиардов долларов. Таким образом, 73% новых инвестиций будут направлены в горнодобывающую, металлургическую, транспортную, логистическую отрасли и цифровизацию. Таким образом, королевство намерено диверсифицировать свою экономику, отдавать приоритет развитию металлургии, транспортной отрасли и логистики, а также цифровизации. В соответствии с планом экономических преобразований Vision 2030, Мухаммедом Бин Салманом, Саудовская Аравия открывает новые возможности для развития экономики, инвестирует в новые отрасли и проводит ребрендинг имиджа страны. При этом одна из главных целей – снижение зависимости от продажи сырой нефти. Сейчас цены на нефть на мировом рынке растут. В прошлом году в среднем они составляли 84 доллара за баррель. Европейские эксперты прогнозируют, что из-за конфликта между Израилем и террористической организацией «Хамас» цены на нефть могут вырасти до 120 долларов. Если конфликт затянется, Иран, экспортирующий нефть, скорее всего, будет напрямую вовлечен в войну. А хуситы в Емине будут продолжать препятствовать транспорту нефти. При этом страны-торговцы нефтью получат возможность в разы больше заработать. В нескольких регионах Восточного Китая температура воздуха не опускается ниже 40 градусов уже пять дней. Национальная метеорологическая служба объявила красный уровень опасности. В 20 районах были закрыты дороги, ведущие в горы. Также запретили разводить костры в поле. Усилены меры по проведению воздушного наблюдения в лесных районах. В регионе устанавливаются станции для охлаждения. Резкое потепление увеличило спрос на электроэнергию в провинции, так как потребители, которые не переносят жару, массово пользуются кондиционерами. В Сингапуре открыли золотохранилище, которое может вместить в себя свыше 500 тонн драгоценного металла. Площадь шестиэтажного склада составляет почти 17 тысяч квадратных метров. Помимо золота, там можно хранить серебро и другие драгоценные металлы. Как сообщает Bloomberg, в очереди уже не меньше тысячи человек. Все они хотят забронировать места для своих слитков в золотохранилище. Если спрос и дальше будет оставаться на таком высоком уровне, то владельцы склада собираются расширять его площадь. Эксперты объясняют повышенный спрос на золото и серебро тем, что это надежный способ сбережения капитала в эпоху глобальных геополитических сдвигов. Летние паралимпийские игры официально открылись в Париже. Впервые они были организованы за пределами стадиона, на Елисельских полях и во Дворце Согласия. В мероприятии приняли участие около 4400 спортсменов. Британец Джон Макфол, завоевавший бронзовую медаль на дистанции 100 метров на играх 2008 года в Пекине, поднял паралимпийский флаг. В целях обеспечения безопасности задействовано около 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Церемония открытия продолжилась с мелодичной песней с участием артистов. Стоит отметить, что на соревнованиях участники соревнуются в 22 видах спорта. В этом году команда беженцев примет участие в соревнованиях впервые в истории паралимпийских игр. Они соревнуются в шести различных видах спорта. Масштабное мероприятие продлится до 8 сентября. Жанья Бекмухамбетова, представительница сборной Казахстана по настольному теннису, появилась на педестале почета на турнире, проходящем в Хорватии. Жанья стала лучшей среди спортсменок до 11 лет. В ходе турнира она сыграла 4 матча и во всех выиграла. Она обыграла спортсменок из Индии, Колумбии, Хорватии и Польши. В городе Чолпон-Ата Кыргызской республики прошел чемпионат мира по тяжелой атлетике. В соревнованиях собрали более 600 участников из 21 страны. Среди них лучшие результаты показали казахстанские спортсмены. Жакслык Ислямов занял первое место в весовой категории до 68 килограмм в упражнении «Длинный цикл». Юэрам Бекижан стал серебряным призером в упражнении «Толчок» в категории до 73 килограммов. Среди девушек Махабад Мусайбекова завоевала бронзовую медаль в упражнении «Толчок» в весовой категории до 58 килограммов. В возрасте от 60 до 64 лет ветеран спорта Халид Сулейменов занял почетное третье место, уступив только спортсменам из России и Англии. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok